В годы Великой Отечественной войны Высеченное имя шестого солдата, музыкантова Николая Анатольевича. 20 октября он ушел на фронт, оставив жену и маленькую дочь Валю. Вот этот памятник погибшим воинам в 1942 году в результате авианалета, когда здесь погибло, как оказалось, сейчас там 6 имен у нас нанесено, но здесь погибло 12 человек. К счастью, на нашей земле, Барвихинской, не было боев, здесь не было фашистов. Но сюда пришли со всего Советского Союза люди, которые были готовы отдать свою жизнь на этих рубежах, чтобы не допустить, чтобы враг пришел на нашу землю, Барвихинскую, чтобы враг не прошел Москву. Дочь героя Валентина Николаевна была рождена за 20 дней до войны в деревне Малый Убей и прожила там 12 лет. Жили трудно, еды не хватало. Вскоре пришлось уйти из дома и зарабатывать себе на жизнь самой. Три года водила трактор, когда нужно было поднимать солену. Проходя через все трудности жизни, Валентина Музыкантова все же обрела свое счастье. Встретив будущего мужа, уехала с ним в город Павлодар, где поступила на заочное отделение в Ивановский техникум. Родила замечательную дочь. Сейчас вместе со своим внуком служит в Христо-Рождественском храме. Мы работали с самого детства. Родители наши тоже. Отец до войны, он немножко работал в Москве, строил метро. Приехал за матерью, там жил на квартире. И вот пожилые люди просили, чтобы он приехал и похоронил их. В общем, досмотрел и похоронил. Но началась война, они не успели переехать. Так и остались они. Его только 20 октября забрали. За время воевал он всего 5 месяцев. За этот период дважды раненый был. Писал письма, два письма, которые мы только от него получили, когда он в госпитале раненый лежал. 27-го погиб, 30-го марта мама уже получила разрешение о смерти. Приехав год назад в Барвихинское поселение, Валентина Николаевна встретилась с работниками администрации, где рассказала всю историю своей семьи. Совместными усилиями были проведены поисковые работы, после чего установлено, что ее отец погиб и захоронен именно на Барвихинской земле. В честь этого на мемориале Победы была установлена новая табличка с фамилией солдата. Свою благодарность за голубое небо над головой солдатам выразили местные жители, дав торжественный концерт. Никто не забыт, ничто не забыто. Это не громкая фраза, а память о великих героях и их подвигах. Рейса Киян, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.